Ну, немного затрону сегодня Голодомор, потому что, смотрю, люди любят знать больше информации о великом нашем герое, товарище Сталине. Ну, расскажу, что такое Голодомор. Это массовый голод, который произошел на территории Украинской Советской Социалистической Республики в 1932-1933 годах. А также затронул некоторые другие регионы СССР, такие как Кубань, Казахстан, Поволжья. Этот период стал одним из самых трагических эпизодов в истории Украины, в результате которого Голода погибло от 3 до 7 миллионов человек, хотя некоторые исследования указывают на еще более высокие цифры. Все возможно, что может быть и более высокие, никто не знает. Что стало причиной Голодомора? Главными причинами Голодомора считаются сочетание природных факторов и государственной политики. Ну, природных факторов это была сильная засушья, сухота, засушья тех годов. И были очень плохие урожаи. Также послужила коллективизация. Это принудительное объединение крестьянских хозяев в колхозы, начатое в конце 20-х годов, сопровождалось изъятием земель и имущества. Это вызвало сильное сопротивление со стороны крестьян, что привело к репрессиям и насильственному изъятию продовольствия. Это там кулаки, шмолаки, вот это вот все. Политика изъятия зерна в 1930 году советским правительством ввело строгие нормы на изъятие зерна и других продуктов у крестьян. Власти буквально забирали у людей последние запасы, чтобы выполнить планы по экспорту зерна и наполнение государственных хранилищ. Но так как все крестьяне голодали в то время, то Москва жировала. Природные факторы. В 1932 году на урожай повлияли неблагоприятные погодные условия, что у судьбы было нехватку продовольствия. Ну так как я и говорил, это было засушье, засушья, сухота, ну вот такое. Также повлияли политические репрессии. Жесткие меры против кулаков. Кулаки это были зажиточные крестьяне. Депортации и аресты тех, кто сопротивлялся коллективизации. Значительно уменьшили количество людей, способных работать на земле. Ну они депортировали всех, кто сопротивлялся, арестовывали. Ну и работы не было. Не было тех, кто мог идти на работу. Также было последствия Голодомора. Голодомор привел к массовой смертельности среди сельского населения. Целые деревни опустили. А многие регионы были охвачены массовой депрессией. Люди умирали от истощения, болезни, отсутствия. Продовольствие привели к массовым смертям. В некоторых случаях происходили случаи каннибализации. Но также мне бабушка моя рассказывала, что они нашли мертвого коня, кобылу там у кого-то. И вот от этого всего люди ночью приходили, отрезали куски. И вот бабушка со своей сестрой, они домой принесли голову. Она говорила, что мама ее была опухшая от голода. Вот это вот такие факты мне рассказывала моя бабушка. Кроме того, Голодомор имел серьезные последствия для демографии Украины. Считается, что около 13% населения страны погибло в результате голода. Многие семьи были разрушены. И культура традиционного украинского крестьянства была практически уничтожена. Споры и признание Голодомора. Это тоже очень серьезный вопрос, на который многие пытаются ответить. Вопрос о том, считать ли Голодомор геноцидом украинского народа. Вызывает горячие споры и до сих пор. Многие страны, включая Украину, США и Канаду, официально признали Голодомор актом геноцида. Ну да, как бы ведущие страны всей планеты. США, да. В то же время Россия и некоторые другие государства утверждают, что голод был результатом плохой экономической политики и затронул не только Украину, но и другие регионы СССР. Что делает его трагедией общесоюзного масштаба, но не направленным актом геноцида. В современной Украине память о жертвах Голодомора играет важную роль в формировании национальной идентичности и является частью официальной государственной политики памяти. Вот так вот, ребят. А теперь сами думайте, что такое Голодомор. Политический контекст Голодомора. Голодомор 1932-1933 годов был не только трагедией, вызванной экономическими и природными фото, но и частью широкой политической трагедии, стратегии советского руководства. Сталинское правительство использовало голод как средство для усиления контроля над сельским населением, подавление национального самозвания украинцев и устранение классовых врагов, таких как зажиточные крестьяне, кулаки. Важно отметить, что репрессии и насильственные действия против крестьянства, такие как конфискация зерна и продовольствия, проходили не только в Украине, но и в других аграрных регионах СССР. Однако Украина пострадала наиболее сильно, что делает Голодомор уникальным явлением. Советские власти активно препятствовали возможности получения помощи населением, даже когда становилось очевидным, что Голодомор приобрел катастрофические масштабы. Были приняты строгие меры по контролю передвижений населения. Людям запрещалось покидать свои деревни в поисках пищи. Государственные структуры, такие как ОГПУ, предшественники КГБ, блокировали железнодорожные станции и дороги, не давая крестьянам покидать голодающие регионы. Одновременно с этим проводились массовые конфискации продовольствия у крестьян, а также малейшая попытка скрыть зерно или продукты могла привести к аресту или расстрелу. Ну, это ужасно. В то время был принят такой самый ужасный закон, назывался закон о пяти колосках. Один из самых жестоких законов того времени. Это так называемый закон о пяти колосках, принятый 7 августа 1932 года. По этому закону крестьяне, оставшиеся на полях колоски после сбора урожая, могли быть арестованы и расстреляны за хищение социалистической собственности. Этот закон стал символом репрессий против сельского населения и усилил чувство страха и беспомощности. Важной чертой голодомора была строгая цензура и блокирование любой информации о голоде за пределами Советского Союза. Советская пропаганда отрицала наличие голода, называя сообщения о массовых смертях антисоветской пропагандой. Иностранные журналисты, такие как Уолтер Дюранти, который в то время работал для газеты New York Times, о, New York Times даже в те годы делала вещи, также сыграла роль в сокрытии правды, публикуя статьи, которые поддерживали официальную линию Кремля. Тем не менее, некоторые журналисты, такие как Гарри Джонс, пытались пролить свет на эту трагедию и предупреждали международное сообщество о масштабах катастрофы. Я не знаю, кто такой Гарри Джонс, но я думаю, в следующем видео я вам о нем расскажу. Несмотря на попытки советских властей скрыть трагедию, сообщения о Голоде все же проникали на Запад. Однако международная реакция на события в Украине была крайне сдержанной. Украина всегда страдала. Экономические интересы, такие как торговля Советским Союзом и сложная международная политическая ситуация того времени мешали многим странам выразить открытый протест против действия советского государства. В результате миллионы людей погибли, не получив необходимой помощи. Вот так вот. В советский период Украина начала активно восстанавливать память о Голодоморе. С 1990-х годов в стране стали проявляться памятники жертвам Голодомора. В 2006 году Верховная Рада Украины приняла закон, признающий Голодомор актом геноцида украинского народа. Каждый год в 4 субботу ноября, кстати, скоро, в Украине проводится день памяти жертвам Голодомора, когда люди зажигают свечи и вспоминают погибших. Память о Голодоморе стала важной частью национальной идентичности и политической жизни страны. Количество жертв Голодомора остается предметом дискуссии среди историков. Большинство экспертов сходятся во мнении, что от голода погибло от 3 до 7 миллионов человек. Однако некоторые исследования, проведенные в последние десятилетия, указывают еще более высокие цифры, утверждая, что общее количество жертв может достигать 10 миллионов. Но точно я здесь не удивлюсь. Точные данные затруднены отсутствием полного доступа к архивам и муниципальной статистике в советское время. Голодомор как событие продолжает оказывать глубокое влияние на украинское общество, его восприятие своей истории и отношения с Россией. Этот трагический эпизод является символом страданий национального сопротивления и борьбы за независимость. Вот так вот. Думайте, что такое Голодомор и что он сделал с этой страной. И не только. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...